Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить три варианта наряда на свидание. Я снимаю это видео как раз на 14 февраля, сегодня день Святого Валентина. Для вас он уже прошел, надеюсь, что очень хорошо. И когда сегодня я залезла в свой шкаф, то я поняла, что в принципе это неплохая тема для видео. Можно вам показать сегодня три варианта, что можно на себя надеть, когда вы идете на свидание, особенно, когда это одни из первых свиданий, наверное, да и в принципе, если вы уже очень долго вместе с вашим любимым человеком, все равно эти наряды будут очень актуальны. И сегодняшние наряды как раз будут по душе трем разным типам девушек. Первый наряд, это, наверное, самый простой для тех, кто в первую очередь ценит комфорт, кто не хочет как-то слишком выряжаться или наряжаться для свидания, хочет все равно оставаться с собой, но в то же время, несмотря на то, что вы будете делать вместе, чтобы было удобно, комфортно, тепло, в общем-то, все это сочетается в одном образе. Для этого наряда я выбрала акцентный цвет, в данном случае это оранжевый. Надела яркий такой оранжевый свитерок, в котором будет очень тепло, но в то же время в нем очень комфортно, потому что он очень такой просторный и не облегающий. Под любые свитера в последнее время я очень полюбила надевать рубашки, потому что вместе эта комбинация выглядит очень выигрышно, очень интересно, и в то же время для такого спокойного типа девушек как раз очень элегантно создает образ. Обязательно такая комбинация свитера и рубашки дополняется каким-то красивым ожерельем, которое будет подходить под вырез, собственно, самого свитера. И я выбрала такое вот золотое ожерелье, которое, мне кажется, очень неплохо подчеркивает весь этот образ в целом. Что касается того, что у меня на нижней части тела, то это обычные джинсы черного цвета, которые я тоже дополнила черными полуботиночками. Также яркость свитера подчеркивает и моя сумка. У меня очень удачно они так сочетаются. Мне кажется, что это тоже, особенно зимой, выглядит очень хорошо, когда есть какие-то цветовые пятна, а не все только черное и белое. В целом, на мой взгляд, этот образ получился очень универсальный. Такой наряд вполне подходит для какой-то ежедневности, так и для какого-то особого события, для свидания. Что касается моего второго образа, то здесь я пошла уже более такой девящей, скажем так, дорожкой, потому что я его сделаю немножко более флиртующим таким и более женственным, конечно же. Конечно, весь этот образ формируется вокруг гольфа, в котором они торчат из высоких сапог. Это придает некую изюминку вашему наряду, и, несомненно, ваш любимый человек такой наряд оценит, и, скорее всего, он ему понравится. Дополнен этот наряд симпатичной юбкой-колокольчиком. К сожалению, большинству девушек такие юбки подходят, потому что они очень красиво подчеркивают бедра, но в то же время, если у вас даже на бедрах есть какие-то лишние килограммы, то эта юбка их очень хорошо скрывает. Таким образом, сочетание такого кроя юбки и темного цвета гольфов делает ваши ноги визуально очень худыми. Сверху этот образ я дополнила обычным свитерком белого цвета. Мне кажется, он сюда вписывается просто идеально, потому что он не создает никакого акцента на верхней части тела, потому что весь акцент у нас, естественно, внизу. И последний образ – это мой личный фаворит. То, что я, скорее всего, сегодня надену на День Святого Валентина. Этот образ немножко более дерзкий и немножко более взрослый. Мне кажется, что молодым девчонкам около 20 лет он, скорее всего, не подойдет, потому что он, на мой взгляд, лучше всего смотрится на девушках, женщинах, которым уже где-то около 30 лет. Этот образ такой острый, дерзкий, трендовый. В нем действительно нужно чувствовать себя комфортно для того, чтобы правильно его нести. Центральное место в этом образе занимает, конечно же, платье. И, казалось бы, все очень просто, но на самом деле кроя этого платья довольно интересный. У него острые структурные плечи, и если у вас бедра довольно широкие, а плечи, наоборот, немножко более узкие, то такого типа платья очень хорошо выровняет вашу фигуру и сделает ее визуально похожей на песочные часы. Бешено модно сейчас сочетать разные оттенки серого, разные оттенки черного, разные оттенки белого, такие базовые цвета, которые, казалось бы, будут выглядеть плоско, но если каждая из вещей немножко отличается по тону, выглядит это очень красиво. Ну, это все. Вот такие вот три образа у меня сегодня получились. Проголосуйте, какой вам нравится больше. Напишите обязательно внизу, что бы из этого вы лично надели на День Святого Валентина, или, например, на свидание с вашим любимым человеком. Мне очень интересно узнать, какой же из трех образов будет наиболее популярным. Или, может быть, предложите какой-то свой образ, опишите его внизу, либо отмечайте меня в Инстаграме, чтобы я могла видеть ваши фотографии с вашими образами. А на этом, в принципе, все. Сейчас побегу все-таки собираться, потому что уже опаздываю, честно говоря, на сегодняшний ужин. И до встречи с вами в новых видео. Пока!